Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, прочитал ответ некоторых коллег. На ваш предыдущий вопрос я не отвечал, но там вы выбрали ответ эксперта лучшим. Я надеюсь, что он вам понравился. Я придерживаюсь того мнения, что в рамках той формы взаимодействия с клиентом, которое предложено сайтом, я могу только ответить на ваш вопрос. И вы спрашиваете, в чем проявляется позиция жертвы? И как это я не хочу нести ответственность, ведь я очень ответственный человек. Не могли бы вы на примерах показать, как это происходит? Смотрите, вы говорите, что в конфликтных ситуациях я не могу отстоять свое мнение. В имей страх я теряю. Значит, вот происходит конфликт. То есть два человека сталкиваются между собой по своим интересам. Один человек своими не отстаивает, там это он уверен, что его мнение правильно, он готов не только отстаивать свое мнение, но и готов иметь дело с последствиями, в которые может привести отстаивание своего мнения, а именно, значит, прекращение или значительное ухудшение контакта с тем человеком, мнение которому он отстаивает, перед которым он отстаивает свое мнение. И человек понимает, что он прав в том, что он это делает. Он отстаивает свое мнение, потому что он знает, что оно, его мнение является правильным именно для него. И если кто-то пытается с ним конфликтовать, то этот человек отстаивает свою точку зрения, правильную для него, но неправильную для субъекта. Вы же в конфликте принимаете позицию другого человека в ущерб себе. И жертвенность здесь заключается именно в том, что вы наносите ущерб себе. Подумайте, что такое жертва? Что такое жертва? Он говорит, что самопозертвуй, он там стал жертвой и так далее. Что это значит? Жертва – это всегда ущерб, это всегда вред человеку. Так вот вы, не отстаивая свое мнение, себе вредите. Потому что, значит, вас подавляют, вас как-то притесняют, вас обесценивают, и вы занимаетесь в итоге не ту позицию в обществе, которой вы достойны. Это вот то, что касается жертвой. Далее. Вы не пишите, как это я не хочу брать ответственность. Очень просто. Чувство вины у вас перед кем? Перед человеком, которому вы должны отстаивать свое мнение. То есть вы чувствуете себя виноватой за то, что он, да, значит, навязывает вам свое мнение. И вы чувствуете себя виноватой за то, что вы должны отстаивать перед ним свое мнение. То есть что получается? Вы берете ответственность за него на себя. Но вы не берете ответственность за себя на себя. Простите за такой вот коломбол небольшой. То есть, когда вы чувствуете вину, вы всегда берете ответственность чью-то, чужую, на себя. Но не свою. И из-за этого, из-за этого вы и не берете ответственность, ответственность в контексте вашего вопроса. Если бы вы брали ответственность на себя, то вы бы понимали, что вы отвечаете только за себя и только за свои интересы. И вам не важно, не важно совершенно то, что подумает другой человек, например, про вас. Если вы отстаиваете свое мнение, и если это мнение преследует цель защиты ваших интересов. Конечно, если ваше мнение причиняет вред другому человеку, то это уже другой момент. Но если вы изначально защищаете только себя и свое мнение, то никакого вреда другому нет. А значит, значит вы имеете на это полное право. Точно так или как делает это ваша оппонентка. Далее, страх. Вы боитесь чего-то. Вот чего-то вы боитесь. И это значит, что вы не свободны, потому что вы боитесь. Если вы боитесь, значит вы не настолько решительны и смелы, чтобы идти навстречу своему страху. Вы не знаете, чего вы боитесь. Там это страх, это всегда мистическое представление. И вы, оставляя в своей жизни, в своей психологической плоскости, в психологической сфере, в пространстве своем психологическом, вместо мистическим представлениям, а страх это всегда мистическое представление, еще раз повторюсь. Вы опять же снимаете с себя ответственность. Вы говорите, я не буду чего-то делать, потому что я боюсь. А чего вы боитесь? Что стоит за этим страхом? Какой предмет находится за страхом? Как это негативно скажется на вас, этот предмет страха? И скажется ли вообще? И произошло ли то, чего вы боитесь? Ну вот, ситуация заключается в том, что все это, скорее всего, вы не знаете. Ну и наконец, последнее. То, что вы теряетесь. Это сомнение в себе. Сомнение в себе и неуверенность. Вы не уверены в себе. Вы сомневаетесь и из-за этого теряете. Соответственно, вместо того, чтобы работать над собой, над уверенностью в себе, дабы меньше сомневаться в себе, чтобы, может быть, лучше знать то, о чем вы говорите, по поводу чего у вас конфликты возникают. Более аргументировать свое мнение, то есть, чтобы не сомневаться в нем. Вы вместо этого говорите, что я теряю. Ну вот, в принципе, не очень понятно, как вы тогда работаете над собой, в каком направлении и так далее. Далее. Значит, вам так удобно. Вот вы тоже не понимаете, да, почему вам так удобно. Дело в том, что, когда вы не отстаиваете свое мнение, вы потакаете чувство вины. Вы потакаете своему страху и сомнению в себе. И, по сути дела, вы проявляете единомыслие с обществом, с оппонентом, и тем самым не противоречите общественному мнению. Ну, в данном случае, общественное мнение в лице этого оппонента. И тем самым, как бы, становитесь еще одним членом общества, которое мыслит так. И это вызывает у общества одобрение. Для вас это означает спокойствие и принятие этого самого общества. И именно поэтому вам это удобно. Вот. Именно так и проявляется повисшая жертва. И именно так проявляет себя нежелание брать на себя ответственность. Соответственно, со страхами вашими нужно работать. С чувством вины тоже нужно работать. Потому что чувство вины – это всегда навязанное обществом ощущение эмоций. И оно связано с тем, что вы берете ответственность уже не за себя, как я сказал, а за других. А это выгодно обществу, но не выгодно вам. Ну и тем, что вы теряете с уверенностью в себе, тоже нужно работать. Обязательно определите на начало те качества, те аспекты, те черты, в которых вы не уверены. И формируя задачи, при выполнении которых вы будете повышать свою уверенность в себе. Но опять же, это все работа. И вопрос в том, готовы ли вы к этой работе. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!